Добрый день. А у меня вопрос есть к вам. Я, правда, не вижу там табличку. Как к вам обращаться? Как? Как? Нет, Николай Алексеевич. А фамилия есть у Николая Алексеевича? Думаю есть. А? Думаю есть. Отлично. Николай Алексеевич, я хочу предупредить, что видеофиксация идет. Вот у меня есть вопрос к вам. Смотрите. Там все кричали там на мэра, там мэр негодяй, там туда-сюда. Но как бы там ни было, мэр поступал в рамках закона и убирал вот эти самовильно установленные флаги. Да? Да, он убирал. Убирал по нашей просьбе. Можно я до конца договорю? А потом послушаю вас. Спасибо большое. Убирал по нашим бумагам. Почему? Потому что, во-первых, я вам скажу, есть четкое положение о государственной флаге Украины, где он должен размещаться, как бы все-все-все. Это первое. Второе. Те люди, которые его туда вешали, эти флаги, они чуть-чуть далеки от элементарных снипов и каких-то понятий в архитектуре и вообще в инженерии. Почему? Потому что орел, он никак не приспособлен для флагов. А мы будем гулять с вами, отвлеченные с детьми, порывистый ветер, срывается флаг и ранят ребенка. Кто будет виноват? А виноват будет вот этот человек, который захватил власть. Правильно. Это разрешение. Поэтому, согласно в законе, про устное обращение граждан, я обращаюсь к вам, наведите порядок. Где Благустрин? Где Алексей Чапурко? Он Благустрин заведует сейчас. Отлично. Тем более у нас есть хороший опыт работы с Алексеем Григорьевичем, когда мы на Ляхова-12 убирали вот эти самовинные забудовы. Он активно занимается сейчас, конечно, старается навести порядок. Ну, лучше, чем его предшественник был. А его предшественник Шевченко, по-моему. Да? Да, Шевченко был первым замом, а сейчас тот, что был, до него Лямин. А, Лямин, да. На повышение типа, на повышение. Да. Это люди захватили власть. Почему? Потому что я на сегодняшний день, я до сих пор считаю, что у нас есть один закон обранный. Да. И, извините, когда кучка каких-то там 20 депутатов. Это абсолютно выигрывает. Ложит. Убирала аромата. Конечно, конечно. Более того, я вам скажу одно, что подобная ситуация произошла в рубежном, это Донецкая область. Там таким же образом убрали мэра города. Таким же образом. Понимаете? И сейчас эти люди, я не знаю, вот как бы там все ни кричали, вот я со многими людьми здесь общаюсь в городе. Прошлая зима тоже была очень суровая. Но поверьте, не было прямо моей такого. Не было. Ёлка вот эта. Подождите, какие 8 миллионов? Какие? Я не знаю, за что. Подождите, я могу рассчитать и сказать, я вам могу предоставить смету. Сколько стоит такая ёлка? Ну, видите, как все у нас здесь. Когда вот этот дятел принимает Шамота? Когда у него приёмный день? Ну, сегодня никто не записался. Предварительная запись, понимаете? Следующий у него будет приём. Это надо посмотреть. Он должен был с 22 числа. Я просто видел, когда захватывали власть, когда здесь собрались там люди непонятные, понимаете? Окружили государство. Нацкорпус. Да, да. Ну, опять же, подождите, как это? Давайте я привезу каких-то своих друзей. Наёмники. Я понимаю, это наёмники, да? Да. Они сказали, да, нам платят. И поверьте мне, я не буду, не хочу там ни с кем спорить. Есть чёткая статья Конституции Украины. У меня есть властные думки табачения. Более того, у меня есть информация о том, что то, что произошло на Арке, это была провокация чётко спланированная. Вот опять же, чтобы дискредитировать мэра. Более того, дискредитировать и чтобы определённые люди, которые здесь полы потом заметали. Помните, захватывали здесь блокаду, устраивали. Это они всё это сделали. Пострадали полицейские, почему никто не наказан? Где эта вся общественность? Посмотрите. Парня. Погиб парень. Его сбили. Два месяца лежал в коме. Где вся вот эта общественность, которая кричала там с ножами, с пистолетом, мы за громаду места. Почему они все молчат? Согласен. Да, кстати, я вам скажу. Было не так давно, ну если точнее, в начале ноября месяца прошлого года, обращение официальное из области, от департамента культуры. Они просто настаивали. Убрать флаги, да. Убрать эти. Конечно. Почему никто не убирает? Почему? Потому что это совсем другая. Ну они там объясняют по сути, с исторической точки зрения. Конечно, конечно. То есть какое отношение имеет к той эпохе, что он такого нигде не делает? Конечно. Я считаю одно. Вы знаете как? Постройте, а потом ломайте. Да. Сделайте что-нибудь. Так есть вот плашток. Конечно. Так почему до сих пор это висит? Почему? И вы знаете, я когда смотрю на две вещи. Смотрю на эти флаги, которые... Я считаю, что это на друга над державным прапором Украины. Раз. И рядом вот буквально 50 метров сейчас лежат венки и игрушки, где погиб парень. Да. Ценные досягнания. Сделайте, докажите. Все. Никого нет. А почему? А потому что все в доле и в теме. Потому что каждый второй и третий родственник. Когда посмотришь, проследишь, кто у кого заступный, кто у кого это. И ты понимаешь, все это родовое дерево. У вас есть полномочия принять от меня устное обращение? Нет. Я понимаю. Ваша должность. Моя должность я занимаю, я по контракту. Я выполняю полноважение головного специалиста пресс-службы Министерства. Я звернулся до пресс-службы Министерства? Лучше вам звернуться до звернений наших. Вот у нас есть человек, начальник управления звернений громадян. Фамилия. Верига Игорь Борисович. То есть 101-й. Да я знаю, что сделано. Послушайте. Он записывает к нему на прием, кстати. К Шамоте, к мэру. Ну, если он будет. Должны. По закону три месяца прошло. Продолжение следует...